всем привет сегодня наш урок на тему поиск новых друзей и единомышленников вы знаете наверное самое сложное при адаптации в новой стране это разрыв связи с родственниками с привычным кругом общения несмотря на то что есть интернет skype различные мессенджеры все равно это не то общение и конечно хочется прийти иногда к другу или подругой пообщаться поговорить о жизнь здесь люди более сдержанные и ты не всегда можешь раскрыть свою душу любому первому встречному но все же с другой стороны вы можете это разработать как новый план как новая жизнь новые знакомые новые друзья да и искать их уже в новой стране как же их искать и где их искать самый распространенный сайт в канаде это meet up который этот сайт находится по всей канаде вы можете выбирать провинцию в которой вы живете и дальше уже интересы от вязания до различных курсов английского языка до ораторского искусства до есть такие даже классы когда вы рисуете пьете вино то есть все возможные варианты чаще всего они бесплатны иногда может быть какая-то небольшая оплата но тем самым вы можете найти знакомых найти друзей не только русской национальности или русскоговорящих да но и друзей других наций помимо этого конечно лучше искать друзей к те которые единомышленники которые такие же как и вы которые делают такой же лайфстайл как и вас например если вы любите рыбалку любите охоту хоккей теннис танцы да может быть какие-то у вас другие предпочтения может быть вы любите рисовать или все что угодно да то есть это хобби которое нравится именно вам то вы можете найти записаться в разные круги кружки так называемые кружки или сообщества и уже находить друзей в этих организациях например можно даже пойти на одноразовые или там двухдневные иногда бывает иногда бывает пару часовые мастер-класса да я же упоминала это рисование флористика роспись на печеньях роспись на дереве сейчас на самом деле очень много разных мастер-классов очень разных направлений по хобби то есть если вам нравится танго можно очень легко найти курсы где преподают танго тем более можно сделать дроп-ин так называемые то когда единоразово вы приходите и попробуете нравится вам не нравится подходит ли вам преподаватель или не подходит какой возраст группы это тоже бывает когда вы приходите на хип-хоп и там оказываются бабушки и дедушки которым уже там за 60 но это я конечно ультрирую поэтому очень хорошо прийти и посмотреть на этот друг через drop-in систему если вы любите спорт или в канаде сделано все для спорта пиковые дорожки очень много разных тренажерных залов клубы цены на самом деле смешные и очень много всяких скидок или подарочных карт или презентаций что вот купи абонемент и там получи второй месяц подарок можно просто прийти на пробный урок тоже бесплатно иногда бывает можно все искать и если вы любите кататься на велосипеде или там на лыжах на сноуборде то очень легко встретить единомышленников именно в том месте где вы любите заниматься спортом и как говорится очень многие люди которые не занимались спортом они начинают здесь им заниматься ходить на хайкинги в походы в горы так как лайфстайл времяпровождение и очень многие рассказывают и делятся секретным куда лучше пойти где лучше вид где например для более новичков а где например тропинки для более профессионалов можно сбираться на горы то есть найти знакомых и друзей в этой сфере будет очень легко вам наверное кажется что вот я приеду в новую страну и будет очень сложно сойтись с людьми потому что все уже взрослые было помните очень легко заводить друзей когда мы были в детском саду в школе и даже особой друзей заводить не надо было ты просто подходишь знакомишься общаешься и вот вы уже друзья навеки конечно когда мы уже осознанные когда мужа чего-то достигли в жизни то и хочется найти друзей более качественных или которые разделяют вашу точку зрения или раздира разделяет тот стиль жизни которому вы привыкли при этом я могу сказать что те мигранты которые переехали в канаду я говорю сейчас про всех выходцев из бывшего советского союза они очень открытые и очень легко идут на контакт и приглашают в гости вам стоит наверное найти кого-то в группах в фейсбуке или просто например блин и не вы кого-то нашли который по вашей там профессии и договориться о встрече и вы удивитесь что очень многие люди у вас просто приглашают в гости просто пообщаться может быть поделиться своим опытом или рассказать свою историю или может быть помочь советам и не только поэтому пользуйтесь этим моментом и это действительно очень классно мы когда приезжали нас очень многие приглашали и для нас это было немножко дико как это новых людей незнакомых да вы не знаете что мы за семья откуда мы приехали почему вы нас приглашаете в свой дом а люди очень открыты и очень искренне конечно бывает так что с кем-то вы встретитесь один раз и на этом закончится с кем-то вы будете продолжать общаться и встретить второй третий раз и дальше уже будете общаться с семьями приглашать друг друга на разные мероприятия на дни рождения или если вы переехали в новый дом то есть как это и бывает чаще всего второй момент это если вы приходите на какое-то мероприятие например вы проходите курсы английского языка и там чаще всего чтобы всех собрать есть система put-luck это там раз обычно в месяц или в конце обучение происходит что каждый член этой группы приносит блюдо национальное блюдо из той страны с которой он приехал тем самым интересно попробовать разные блюда пообщаться кто-то это любит кто-то это не очень любит но на такое слово put-luck наверно вы не часто слышали до этого это означает что каждый приносит свою еду или например бывает в фейсбуках посты о том что вот собираемся все там пожарить мясо пикник там русская община например да и чаще всего это под лак то есть каждый приносит свою еду и при этом все делятся и все кушают эту еду то есть не так что вы принесли мясо курицу например или там кукурузу или еще что-то и вы едите только свое нет то есть все делятся все общаются особенно в летнее время пикники площадь на поиск встречи на площадках возле реки возле гор это очень популярное времяпровождение и всегда очень можно найти много мероприятий именно в этот период времени идем дальше встречи по работе вы когда переедете вы конечно задумайтесь чем вам заниматься или я думаю что вы уже задумались до того как переедете иногда бывает ваши ожидания не совсем реальные на этом месте поэтому я очень советую если вы хотите продолжать двигаться по профессиональным пути который у вас был в той стране исхода или наоборот вы хотите попробовать себя в чем-то новом пообщайтесь с людьми с вашей сферы где их можно найти можно найти в том же самом linkedin по профессии иногда бывает можно написать этому человеку даже если это не вы не знакомы даже если этот человек не говорит на русском ничего страшного да вы пишете что я бы хотел очень с вами встретиться там сначала пару слов о себе то есть это как говорится должно быть sweet and short буквально 50 слов о том что кто вы такой чтобы вы хотели узнать у этого человека и когда вы уже встретитесь очень многие люди идут на уступки да то есть они обязательно встречаются они хотят поделиться своим опытом кто-то в дальнейшем потом становится там вашим ментором и когда встречаетесь ни в коем случае надо говорить вот я хочу на работу там найди мне работу или подскажи где мне найти работа попробуйте задавать вопросы таким образом что вы хотите узнать совет да то есть вам требуется совет в этой области как поступить как не сделать ошибок куда двигаться например да когда мы переезжали глеб он был бухгалтером аудитором то есть он больше работал аудитором здесь так не работает здесь ты или бухгалтер или аудитор ты не можешь быть и тем и тем поэтому перед тем как начинать с поиском работы и понимать куда вы хотите двигайся найдите людей которые уже в этой вашей профессиональной сфере и уже потом вам будет легче и вы не будете допускать те ошибки которые например тот же человек допустил еще ранее одним из самым популярным способом нахождения новых друзей единомышленников это соцсети основной соцсетью в канаде является фейсбук здесь сидят наверное все и некоторые люди некоторые девушки используют например фейсбук как место гугла да то есть например место чтобы написать в гугл там где-то найти они пишут в женскую группу о том что девушки на нам помогут иногда конечно то есть там можно написать пост о том что мы семья такая-то такая-то увлекаемся тем-то тем-то ищем друзей в вашем в своем районе или готовы приехать другой район да и уже тем самым вы можете находить разных друзей иногда бывает можно там же найти те же объявления куда пристроить ребенка там какие документы нужны для подачи на гражданство то есть разные всевозможные вопросы всевозможные темы я бы вам советовала не воспринимать сразу все это всерьез то есть фильтруйте да думайте что вам отвечает и перепроверяйте в первоисточниках то есть не обязательно что если вы с них не приходите домой да и например там у вас возле дома сидит бабушка на лавочке вот вы проходите мимо и бабушка вам там что-то рассказывать уже не берете за чистую монету что она сказала это является первоисточником нет вы перепроверяете вот здесь бы я советовала то же самое я в приложении в pdf файле напишу группы по разным городам куда можно добавиться то есть там есть раз всевозможные группы где посмотреть какие мероприятия или например группы которые направлены на продажу вещей то есть очень легко найти какие-то вещи которые вам будут необходимы в первые дни приезда в канаду следующий момент когда вы переехали да вы естественно где-то селитесь то есть чаще всего у вас есть соседи если вы находитесь в квартире наверное реже будете свои видеть своих соседах только если вы идете по коридору или спускаетесь по лифту если вы уже живете в доме то очень легко познакомиться и заговориться с соседями то есть чаще всего даже когда вы приезжаете можно прийти там с пирогом или этом с бутылочкой вина к своим соседям познакомиться пообщаться потому что это очень важно до завязывать отношения с соседями то что вы не знаете какие у вас есть соседи и надо как бы уважать друг друга и завязывать такую дружбу может быть это даже не будет дружбой хотя иногда это перерастает в дружбу может быть это просто уважение друг другу и взаимо уважения идем дальше если у вас есть дети то мне кажется это еще проще простого находить именно таких же единомышленников у которых есть дети где же их находить помимо групп в фейсбуке там где все мамочки пишут да там вот мой ребенок такой-то подскажите что делать или ищу коляску где ее найти там или игра какая-то когда вы отводите детей детский сад школу на детских площадках есть детские площадки бесплатные есть детские площадки то есть игровые комнаты где платно там тоже можно найти друзей или чаще всего если ваш ребенок ходит детский сад или в школу вашего ребенка приглашают на какие-то общие дни рождения где можно познакомиться тоже с разнообразными людьми или потом вы их приглашаете и таким образом вы общаетесь я единственно вот как бы внизу там написано что планируйте встречи и всякие дни рождения заранее почему потому что все тут достаточно заняты и у всех есть хорошее расписание плотное расписание и поэтому если вы хотите пригласить кого-то за два дня на ваши дни рождения то вряд ли к вам кто-то придет поэтому как минимум за две недели то есть иногда за месяц иногда раньше я бы сказала там две недели месяц это самое оптимальное время и если вы хотите отмечать день рождения в игровых комнатах для своих детей то это тоже нужно бронировать заранее дальше библиотека библиотека это не то понимание как мы привыкли что приходят туда только nerds так называемые по-русски это ботаники и они приходят там учиться и помимо книжек ничего в библиотеке делать нет нельзя на самом деле это не так в библиотеке проходят очень многие разные презентации очень многие кружки есть различные программы для иммигрантов есть программы по поиску работы по изучению английского языка а также есть много программ для ваших детей зависимости конечно от возраста даже если у вас совсем маленький ребенок там есть до года вы приходите со своим ребенком то что бывает да вы сидите в декрете вопросы нужно выйти выговориться выйти в люди и вот это прекрасное место пообщаться с такими же мамами как вы песенки попеть просто поиграть с ребенком то есть ребенок сменит обстановку и вам хорошо вот и в зимнее время туда можно сходить из библиотеки это бесплатное место там можно поиграть есть особенно большие библиотеки где проходит очень много множество мероприятий можно взять игрушки можно сделать постановку театра то есть для вашего ребенка это будет идеальное место и вам тоже познакомиться с кем-то другому соседи мы уже с вами говорили по улице по району я не буду повторяться церковь то есть если вы ходите в церковь да у нас здесь есть разный церковь разное расповедание и там естественно тоже можно найти единомышленников если у вас есть животные собака кошка ну кошка вряд ли вы с ним пойдете на прогулку но все равно это тоже знаете иногда поговорить то есть о если вы знаете у кого-то кошка вы можете найти общую тему для разговора у меня тоже есть кошка какая она показать фотографию то есть они все к животным относятся очень трепетно для них член семьи поэтому лишний повод поговорить и поговорить и познакомиться если это собака на чаще всего они ходят на поводках но иногда есть такие большие открытые площадки чне они даже закрыты но там внутри открытые вы приходите с собакой и уже можно снять поводок то есть они называются of лишь area и там конечно разгуляйся любой вид собаки и все вы уже понимаете что-то единомышленники что они пришли туда потому что у них есть животное и не хотят чтобы их животное не просто погуляла там на заднем дворе они хотят чтобы животное там разгулялась хорошо правило время и в этот момент вы можете познакомиться с такими же как и вы то есть собака это хорошая тема для разговора следующий момент на котором бы я хотела остановиться так называемый small talk или маленький разговор когда вы можете поговорить с человеком в лифте или когда вы стоите в очереди за кофе или когда вы просто сидите в кафе рядом с вами столики о чем-то вы можете заговорить то есть это везде так и принято прежде всего будьте открытыми и будьте с улыбкой не будьте нахмурены потому что вы знаете что тот человек который открытый с хорошей улыбкой это всегда приятно с ним общаться если человек угрюмый и даже если вот многие считают русскоговорящих людей о том что они очень злые они ну как бы не любезны и не дружелюбны мне кажется это не так да просто мы нам не свойственно улыбаться хорошо и постоянно то есть нам свойственно улыбаться может быть в кругу семьи или дома или когда нам действительно хорошо а просто так заговорить с незнакомцем это тоже надо учиться поэтому я бы хотела сейчас остановиться на некоторых аспектах small talk о чем можно говорить важные моменты на какие фразы можно отвечать и как можно отвечать да и подытожить это все я бы хотела чувством юмора и так приветствия про улыбки мы уже поговорили да то есть старайтесь больше улыбаться и чаще всего иногда может быть даже не приветствия просто вы идете с незнакомым человеком в парке да там встретились на напротив и просто улыбнулись друг друга да или сказали здравствуйте или как у вас дела вот мы уже переходим к следующим то есть если вы пришли в какое-то место естественно вы не знаете друг друга то сами могут поздравиться просто сказать hi there могут задать вопрос это как смесь приветствия и вопросы как дела да how are you doing how are you what's up and how's it going да то есть это очень часто распространенный вопрос how's it going иногда это не требует ответа да то есть чаще всего это больше из вежливости но иногда можно как бы как-то кратко ответить помимо тех слов когда можно ответить там perfect i'm fine i'm good nice it's ok да можно ответить live in the dream perfect like i've been better just the same old the same old то есть вот такие моменты да я бы хотела подсветить то есть как можно ответить на эти варианты потому что вы это будете слушать каждый день и возможно по несколько раз день а с другой стороны это классно да то есть это как ваш диалог может завязаться да то есть вы просто поздоровались дальше спросили о погоде обсудили там грядущие праздники выходные обычно если даже спрашивают о какие планы на выходные куда вы собираете что вы собираетесь делать иногда и не настолько важно что вы здесь там будете делать но эта тема для разговора можете поддержать искать о да классно а я собираюсь сделать то 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 спорт откуда приехали почему иногда действительно интересно потому что им интересно почему и что движет когда мы бросаем все в стране исхода и переезжаем в новую страну это им не подвластно да они не всегда такие смелые готовы это сделать и для них это действительно интересно почему то есть что происходит там в вашей стране может быть они даже не всегда знают где ваша страна находится на карте но вы можете это рассказать и вы можете показать и объяснить возможно это не надо рассказывать всю вашу историю от а до я но в коротких каких-то моментах в кратком содержании это будет имя интересно и конечно обсуждают отпуск а ты едешь в отпуск куда ты едешь что-то собираешься там делать или ты приехал с отпуска расскажи чаще всего конечно не спрашивают сколько денег ты зарабатываешь или там какой у тебя дом но иногда могут спросить дыма и фай аске да то есть ты не возражаешь если я тебя спрошу но тоже больше когда вы знаете друг друга то и уже общаетесь на более таком дружеском уровне чем вы просто общаетесь незнакомца второй момент из точнее следующий момент который я хотела бы посвятить здесь очень принято говорить спасибо да спасибо за все там спасибо что вы уделили мне время очень важный момент да то есть если с вами кто-то встретился по работе это так называемый networking то обязательно написать ему или смс или email спасибо большое за уделенное время мне было очень приятно я из себя вынес какие-то полезные моменты там вы не возражаете если я могу либо к вам обратиться еще раз если мне понадобится какой-либо вопрос или совет от вас да то есть это очень важный момент и как я уже говорила про networking да то есть не просите сразу я ищу себе работу говорите там я ищу совет подскажите как вот лучше делать каких ошибок избегать и самое главное да то есть ваша задача встретиться с кем-то вы никогда не знаете кто вам поможет кто для вас будет полезно может быть не сегодня а завтра там через год человек уже понимает что вы настолько там качественно настолько у вас есть какие-то черты характера или настолько у вас есть какие-то скилзы или опыт работы или наоборот вы сейчас учитесь переучиваетесь и можете это все соединить и быть полезным именно для этого человека или для кого-то другого поэтому я бы хотела добавить что это чувство юмора то есть они все здесь очень любят шутить иногда конечно нам эти шутки непонятны но я могу сказать по себе что шутки непонятны особенно многие шутки они на на сериалах да на каких-то ток-шоу на презентациях на фильмах я могу сказать что я не смотрю сериалы это иногда бывает сложно понять эту шутку а еще чаще всего они как это быстро говорят два слова и типа и сами смеются иногда они сказали шутку но не смеются и смотрят на твое как ты отреагируешь да то есть я просто улыбнулась то есть если вы до конца не понимаете но не надо сказать I didn't get it типа я ничего не понял ну хотя то есть хочется сказать что люди здесь они ценят чувство юмора даже если они фейл даже если у них там произошла какая-то заминка презентация допустим да там микрофон не работает они пошутят то есть они не будут говорить вот Вася виноват он мне микрофон не настроил они как-то пошутят и выкрутятся из этой ситуации и вот это ценится даже когда вы проходите уже собеседование на работе то есть смотрится как не на вашей квалификации на это конечно тоже смотрят да но чаще всего как вы общаетесь с людьми насколько вы открыты насколько вы расслаблены да насколько у вас прекрасная улыбка да то есть вы не сидите вот такие зажатые да и с вами не о чем поговорить то есть я бы сказала что чувство юмора это то что можно развивать или это во всяком случае можно просто улыбаться или там какую-то придумать шутку или заучить ее там иногда вставляет и то же самое про small токи да то есть иногда некоторым людям сложно да заговорить с незнакомцем и сложно понять о чем говорить да то есть можно уже даже подготовиться заранее да какие-то фразы то есть для начала потом это у вас пройдет это все очень легко и будет это очень естественно но в начале может быть тяжело это делать и тяжело строить предложение и делать эти предложения какие-то короткие но при этом емкие вот так на этом наш урок заканчиваем он получился такой достаточно длинноватый да потому что очень мало слайдов очень много разговора но в приложении в pdf там будет ссылки на группы в фейсбуке поэтому если вы еще не в фейсбуке то выбрать регистрируйтесь и там вы найдете очень много информации также есть различные группы по интересам именно в фейсбуке да можно русскоговорящих найти можно не только русскоговорящих если например даже группы в фейсбуке созданы по районам да вот например у нас калгари если вот мы живем махогане есть даже группа махогане то есть там можно купить продать что-то и это все вам не надо ехать куда-то далеко то есть выводом месте да можете уже там посмотреть может быть вам не стоит ехать в магазин вы можете купить что-то у вашего соседа или там у человека который живет рядом с вами я вам желаю быть открытыми с хорошим чувством юмора с улыбкой и искать искать новых друзей искать новых знакомых и вы обязательно их найдете то есть нужно может быть это не с первого раза да может быть с тем человеком с которым вы познакомитесь начали это действительно не совсем тот человек который вам подойдет но тем самым когда вы общаетесь уже несколько раз той или иной семьей вы же понимаете насколько они вам близки или нет я вам желаю еще раз да найти много новых друзей и хорошо легко адаптироваться в канаде а